всем привет с вами Саша Браун и как и обещала сделать маленькое видео о моей гонке героев или спартан рейс как здесь называется и заняло некоторое время мне это сделать так как еще была не выздоровевшая еще болело горло еще нос был забитый принципе еще не совсем это тоже восстановилась но лучше уже уже по крайней мере могу разговаривать тренировки не останавливала все равно сейчас как раз еду с тренировочки хорошо сделала спинку и так чего начать как я говорила если следовали за моими видео что это я хотела там надо мной сделать но не решалась так как-то боялась что не получится то боялась что мне не хватит сил так как я выступаю на соревнованиях по бодифитнесу и а если вы знаете много о питании тренировках когда ты на соревновательной подготовке это меньше калорий естественно это меньше углеводов это тренировки именно на форму они на силу то есть боялась что не получится и буквально за две недели до того как я должна была выступать на очередном соревновании по бодифитнесу я изменила свое решение и решила выступить на то есть не выступить а сделать эту гонку мало того что это не просто была гонка то еще был чемпионат о чем мне моя подружка не сказала и я об этом узнал практически когда мужчина приехали подружку зовут саша и она наполовину русскую наполовину японка живет в америке и ну и американка принципе вот но мы с ней уже дружим еще с 2008 года встретились за сценой на соревновании бикини как ни странно да это было первое это она была на олимпе это первый раз когда они пробовали сделать эту категорию и мы с ней случайно встретились за сценой стояли рядышком готовы были выходить на сцену и так мы с ней дружим она тоже выступала по бодифитнесу между прочим ждите она будет у меня в гостях на бесплатном вебинаре скоро и она расскажет о своем опыте выступление на соревнованиях но самое что интересное в ней и она все-таки тоже не то чтобы она набросила выступать по бодифитнесу и занялась кроссфитом а серьезно занялась кроссфитом и вы и вы делаете все гонки героев и так далее вот то есть она поговорит о разнице питания вот тренировках меняет ли тренировки кроссфита тело девушки то есть о том чем я говорила и как бы высказывалась насчет кроссфита подтвердить тот человек который этим занимается и видит так сказать результаты и последствия то есть ждите в моих группах также в группе фитнес модель будет объявление когда именно это будет вебинар но обещаю будет очень скоро и очень интересный вебинар а познакомьтесь с сашей и так то есть две недели до среды до этой гонки я все-таки подписалась и немножко волновалась так как не было у меня специального тренинга для этого у меня принципе саша говорила тебе не надо со всеми твоими сумасшедшими кардио плеометрикой а ты будешь нормально себя чувствовать так сказать но все остальные кто меня принципе надо там ты сумасшедший к этому нужно готовиться ты же кроссфитом не занимаешься в сеть там эти преграды это больше по кроссфиту и так далее но я сказала окей надо попробовать я люблю испытывать свое тело испытывает свою волю и так сказать вот и все-таки подписалась мы вы я вылетела в сан-франциско так как это недалеко от сан-франциско это называется район лейк тахо и озеро тахо очень красивое озеро это в горах то есть туда принципе трудновато добираться то есть я вылетела сан-франциско где живет саша и мы оттуда на машине еще с одной девушкой три с половиной часа ехали на это лейк тахо так что у нас такая была классная веселая дорога три девчонки в машине и собака вот так что было очень весело мы туда приехали в пятницу вечером в субботу утром у нас должна была быть гонка но так как мы подписывались все по-разному думали все будет индивидуально чтобы создать нам группу и бежать в группе одновременное время нам все пришлось оттягивать нас только выпустили так и в час дня то есть предполагали что мы будем бежать рано утром но только в час дня нас выпустили то есть мы приехали в пятницу вечером также по питанию мне пришлось немножечко измениться потому что как я говорят за две недели до этой гонки я еще сидела на спорже рыбе и там минимум углеводов там овсянка емс и немного там авокадо и все то есть это была как бы жесткая диета соревновательная дважды не кардио силовые тренировки и тут за две недели мне пришлось немножечко это все поменять я старалась делать больше именно такие интенсивные кардио тренировки с какой-то плеометрикой меньше именно силовых чтобы там не забивать мышцы и питание также старалась добавлять больше углеводов больше жиров и естественно набралась и масса так сказать за эти две недели и и только а была проблема то что я болела у меня еще болела горло у меня сопли это все это было мне это не очень раздражало ненавижу болеть ненавижу чувствовать себя слабой то есть это тоже стояло у меня на пути так сказать подготовки к этому мероприятию так как хотелось все таки по пойти там допустим те же кроссфит классы может попробовать некоторые испытания как будет допустим там забираю забираться над пока на туника в жизни этого не делала там monkey bars или вот по кольцам там перебираться или по перекладинам я тоже это никогда не делала то есть вот это единственное несколько препятствий которое больше всего боялась что у меня не получится и потому что опять же болела это не очень себя хорошо чувство но старалась быстрее это все выздороветь мамы приехали в пятницу заехали в отель девчонки меня все подкармливаю ли углеводами но опять же это не были плохие углеводы это там гранола это овсянка ямс даже фрукты наконец-то я поела вот в субботу утром и проснулись легкий завтрак опять же это буквально там яйца саша расскажет немножко более подробно о питании которым она придерживается это более поляуда поляуда это как они называют то есть она немножко меня ее просветила и подсадила вот на это время пока готовилась и была эта гонка то есть это больше жиров именно животных жиров они там сидели лопали это бекон я его не ела я честно говоря как переехала с украины в 2005 году и ни разу этого сала не ехал и не хочется честно говоря и никакой свинины не хочется вот то есть но фруктов поела и мы пошли спать в пятницу вечером и субботу утром и проснулись был легкий завтрак это яйца омлет и немного фруктов немножко как гранолы я поела без глутена также потому что у меня аллергия на глутен и все до конца дня в течение нашего это и на нашей гонке это были маленькие такие пакетики там там 100 калорий но это это молтодекстрин или чистые углеводы немного кофеина и там содиум потасиум чтобы это именно была такая быстрая еда но не жевать потому что опять же это еще было так как это в горах у меня честно говоря за эти дни пока я там была не мой желудок кишечник просто взрывался не понравился это проблемы с питанием может быть при повышении когда вы идете в горы то есть во время гонки даже кушать не хотелось только буквально там каждые 22 часа я ела этот пакетик этого жидкого гель такой он получается очень сладкий честно говоря я за эти дни столько съела вот этих углеводов и и сладкого вот такого что мне уже тесно говоря потом нужен который день совсем не хочется ничего сладкого и и это по питанию и но еще один был протеиновый батончик бипиай на самой вершине когда уже очень хотелось чего-нибудь такого ну цельного съесть и вот так по питанию вечером и когда мы уже вернулись гонки я настолько была уставшая честно говоря уже не хотелось ничего не есть не пить опять же буквально там я уже даже не помню что мы поели какие-то были опять же углеводы чтобы наполниться и я вырубилась 10 часов вечера я отрубилась и так далее что могу сказать по гонке честно говоря хочу рекомендовать всем это сделать не знаю как у вас называется ну то есть там в россии украины называется так гонка героев честно говоря хочу посоветовать сделать это потому что это очень классное испытание и на самом деле вы не знаете насколько вы сильные пока вы не сделаете не испытаете себя честно говоря мне эта гонка на самом деле показал насколько я сильная я не хочу там вам тут сейчас рассказывать и хвалиться что у я такая классная такая сильная но на самом деле я не ожидала от себя что я могу пройти эти 30 испытаний этих 14 по ну почти 15 миль 6 часов нон-стоп ты просто прешь ты просто без остановки ты идешь ты видишь людей мужиков классной супер форме останавливается отдыхают а ты просто прешь как танк а ну может это у меня просто такой характер если я начинаю я просто иду я знаю мне тяжело поверьте мне и мне ноги пекли мне калин колени начинали болеть я ступню подвернула то есть все это было но ты как-то отрезаешь эту боли ты просто идешь вперед и мне легче просто пройти это через боль через страдания но дойти до финиша до остановиться уже тогда а может для других там это лучше остановиться перед отдышаться и так далее то есть мне лучше переть как танки все и из 30 преград не не удалось нормально пройти два чем я тоже очень собой горжусь первое это залазить на канат но опять же там должна быть техника я просто никогда не пробовала никогда не знала но тут к следующему которому гонки гро я уже подписалась ну что это еще не все я хочу сделать еще лучше я хочу пробежать лучшее время и второе это было там monkey bars называется ну вот эти перекладины по которым нужно продвигаться я принципе его практически прошла там из 15 этих перекладин я дошла до 13 и не не раз не сказали что лучше не одевать перчатки я была перчатках и у меня на 13 перчатка соскальзывает я падаю но было следующее которое там тоже было по кольцам нужно было так же как вот monkey bars пройтись по кольцам я прошлась даже не ожидала тебя просто словила вот этот моментом когда ты просто то есть раскачиваешься хватаешься я прошла в этот весь путь я такая вау супер и каната не сделала все остальные там были там с мешком на надо было на гору пройтись потом обратно с бревном там с этой с ведром наполненный камнями и грязью надо было пройтись и честно говоря я шла и даже снимала видео то есть на самом деле мне это было почему-то легко я не знаю может из-за того что я очень люблю хайкин то есть ходить по горам я уже сделала столько что мне вот эти там 15 миль этот авто в гору то вниз мне это как-то не было честно говоря фиолетово то есть для меня то было очень легко и я буду продолжать делать хайкин только сейчас уже буду не ходить а уже стараться забегать и со временем чтобы еще лучше свой результат вот это моя следующая так сказать цель чтобы быстрее пробежать и еще кроме того эти 6 часов я знаю что я могла бы было сделать меньше времени и быстрее но так как я была с командой а то есть даже если там забиралась на эту гору быстрее проходила эти испытания мне приходилось ждать моих друзей ну что мы команда то есть следующая подписалась хочу сделать как индивидуальный бегун спартанец то есть делать и именно испытать себя на скорость на то как я быстро могу это сделать то есть это буду в декабре я бы раньше хотелось делать в других штатах проводится очень много этих рейсов спартанских но так я сейчас вылетаю в дубае потом россия украина минск возвращаясь только в конце ноября то есть следующий то будет 10 декабря я уже с удовольствием жду здесь и притом еще недалеко от лос-анджелеса так что следите за моей подготовкой теперь буду готовиться как если вы знаете я принципе была немножко всегда против кроссфита но хочу попробовать опять же я не собираюсь в это углубляться не собираюсь сделать там эти приседания с грифом то есть я хочу все равно поставить какие-то ограничения то есть для меня больше концентрация хочу чтобы сделать на эти преграды которые есть на этих гонках где я могу использовать то есть свои знания то есть я хочу попрактиковать именно вот эти препятствия таскать вот уже нашла такой кроссфит классы или индивидуально постараюсь позаниматься то есть смотрите буду стараться снимать видео и рассказывать о такой моей таскать подготовки вот то есть было весело было классно были некоторые моменты конечно они там делают так чтобы у тебя было не не слишком весело но что практически на первой миле нам поставили то это грязная яма с этой водой тебе нужно было пройти то есть практически сначала ты влазишь в эту грязь то есть я старалась аккуратненько но тут по грудь я была полностью вся мокрая грязная спасибо фирмы динамит что нам лосином динамит они были просто супер они легкие они выдержали гонку герою представьте 15 миль 6 часов они выдержали постирала они выглядят как новенькие так что посмотрите фирмы дай нам и взял леггинсы от них просто супер они выдержали спартанскую гонку и они быстро высохли то есть я на первом миле они у меня прошла они сразу были мокрые грязные буквально через милю они у меня были сухие то есть люди покупали специальные штаны там drive fit чтобы одевать а я была в моих классных лосинах и не выдержали а потом было еще на середине когда мы забрались на саму гору там было очень холодно очень сильный ветер если видели мои видео там практически голос вот я снимала видео было очень трудно даже говорить на что ветер ужасный там было классное испытание нужно было поднять этот тяжелый из гранита мячики пронести то есть мне это тоже очень понравилось честно говоря мне легко пахта надалось там ну разные там были классные не все и могла снять следующий раз постараюсь побольше поснимать и это же там было опять же то канава этой воды грязной второй раз мы искупались и третье было это уже практически перед финны финишем это уже было темно холодно и нужно было залезть в это озеро там поставили стену и надо было проплыть под стеной там уже не только по грудь там ты полностью ныряешь и это было вообще гадость но я это сделала потому что под конец уже все пофиг уже хочу быстрее закончить уже добежать до горячей ванны и уже искупаться на что на самом деле тебя уже колотит многие просто а там еще один прикол просто брали мешки мусорные мешки большие делали дырку вот так на себя напяли но что на самом деле ветер просто пронизывающий был это еще мокрой одежде малоприятного но я уже думаю мне пофиг я уже пробегу искупалась и еще дальше там были препятствия эти кольца на стену нужно было залазить а вот эти все стены которые там показывают нужно запрыгнуть подтянуться и перепрыгнуть честно говоря мне тоже легко удалось мне очень тоже это понравилось не ожидала от себя и ну в принципе было супер я закончила получила свою медальку тебе дают банан медальку протеиновый батончик и ты счастливая идешь я сразу же забежала в отель в комнату горячую воду просидела в ванной нас полчаса пока меня перестало трясти помылась и потом я покушала друзья еще пошли в джакузи на улицу я сказала на улице уже не иду и просто потом меня свалило и на следующий день в сан-франциско мы с сашей приехали и она мне повела в русскую баню там мы еще хорошо отдохнули мне может это тоже помогло немножко восстановиться быстрее честно говоря я не могу сказать что настолько там умирала от этого от этого спартан рейс как мне обещали что тому там двое недели ты не будешь вставать так далее я честно говоря я в понедельник я уже пошла на свою тренировку кардиотренировку с плеометрикой сделала ну стала силовыми немножко повременила там уже во вторник делала плечи и так далее но я не могу сказать что это так умирала обычно просто даже после хорошей тренировки ног вот такое у меня было ощущение что да хорошо ты потренировалась до мышцы болят все там болит но не не так чтобы умирать синячком немножко набралось они еще интересно по со времени начинают появляется на ногах нужно что все эти преграды там где-то ударилась не заметила так далее но не сильно плохо единственное что подвернула ногу ступня немножко болит еще не могу делать мои любимые полиметрические упражнения но пока все равно не сдаюсь она все вылечится и ну по чуть-чуть уже выздоравливаю с моим носом горлом и так далее тоже надеюсь уже будет лучше так что что хочу сказать советую всем сделайте это не знаю как россии украине здесь нет границ ограничения в возрасте я была очень удивлена когда видела вообще очень так сказать тяжелых девушек где вы делающих эти спартан рейсы да им занимало там десять часов но они там отдыхали там убирали с собой еду там покушает отдохнет пойдет дальше то есть для меня тоже было очень классным примером что независимо каким ты весом ты все равно это можешь делать так что не бойтесь была девочка с нами которая вообще ничего она худенькая стройненько тоже прошла весь этот рейс то есть не бойтесь на самом деле вы не подозревать насколько вы сильная пока вы не попробуйте так что я очень советую следите за моими видео на youtube-канале буду стараться больше рассказывать о моем так сказать новым направления хочу больше так сказать дать своему организму своим мышцам испытать что-то новое какие-то новые тренировки новые методы так что следите буду делиться своим опытом и до встречи на надеюсь в москве в киеве в минске в дубае где вы будете буду рада с вами встретиться на моих семинарах на выставках все пока с вами была саша браун